Как мы с вами знаем, у NVIDIA и AMD есть технологии суперсемплинга, это DLSS и FSR. Они позволяют рендерить кадр в меньшем разрешении, а потом с помощью хитрых технологий дорерисовывать его до нужного, то есть на видеокарту нагрузка снижается, а картинка получается клёвая. А ещё мы знаем, что Intel в начале следующего года собирается выпустить свои собственные дискретные видеокарты ARK. И вот теперь они продемонстрировали, что и у них есть свой суперсемплинг под названием XSS. Работу показали на игре Riftbreaker, это сейчас хит такой в стиме. Так вот, там на Full HD апскейлили до 4К, и получалось очень и очень годно. Вот можете видеть, справа это как раз таки нарисовано с помощью этого алгоритма, а видеокарта как бы редно релла только левый кадр. Ну, увеличение детализации прям налицо. Что касается самой технологии, то в её основе лежит машинное обучение, как у DLSS от NVIDIA. Машинное обучение это вообще очень крутая штука, постоянно это приходится слышать, типа, а вот машинное обучение тут, а это вот потому что машинное обучение. Я в нём вообще не разбираюсь, и тут, кстати, хорошо бы смотрелась какая-нибудь рекламная интеграция курсов по машинному обучению, но у нас таких нет, поэтому пока останемся необразованными. Asus, я смотрю, прям основательно взялись за OLED-экраны. На медне был представлен планшет VivoBook 13 Slate OLED, то есть название которого сразу всё становится понятно. Таки да, у него 13-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD, яркостью 500 нит и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Это такой продвинутый sRGB, им обычно как раз OLED-ы и меряют. Работает планшет на новой операционной системе Windows 11, а за производительность отвечает 4-х ядерный Pentium Silver при поддержке от 4 до 8 ГБ оперативной памяти. Кстати, кто там уже тестил 11-ю Windows, как она вообще будет работать с 4 ГБ памяти? Стоит планшет, между прочим, 600 долларов, ну, понятно, в Штатах, а у нас это всё будет дороже, но за 600 долларов в комплекте вы ещё получите съёмную клавиатуру и стилус. С помощью клавиатурки его можно в ноутбук превращать. Примечательно, что батарейка в нём на 50 Вт-часа, что довольно неплохо для такого устройства. В общем, Asus Vivobook 13 Slate OLED, это как бы такой в меру тормозной планшет на винде, ну, на новой винде, но с крутым экраном и жирненькой батарейкой, в целом неплохо. Ну и опять-таки стилус и клавиатурка в комплекте. Кстати, помимо Windows 11, есть ещё и Windows 11 SE. Это такая операционка, она порезанная по некоторым функциям, но, тем не менее, туда можно ставить сторонние приложения, да, с этих ваших торрентов. Ну так вот, и всего за 250 американских долларов Microsoft предлагает уже обзавестись небольшим ноутбуком Surface SE. Там 11-дюймовый дисплей, процессоры Celeron и MMC-накопитель. И MMC-накопитель это такая медленная твердотелка, ну, считай, флешка. Ну, за 250 баксов никто чудо и не ждал, зато устройство от известного бренда с родной операционкой, ну, пусть и порезанной, но как бы для такого железа окей, все равно лучше, чем Chrome OS. Однако продавать это дело они собираются только учебным заведением и в них учащимся. То есть просто так пойти и купить будет нельзя, даже если студак есть. И это странно, потому что, ну, а вам что, жалко, что ли, может, кому надо? Ну, а если кому-то прям действительно очень надо, то, как говорится, по ссылке в описании можно там поступить в Оксфорд или Кембридж. Ну, и тогда за 250 баксов Surface SE будет ваш. Ну, вообще, конечно, прикольно, что типа корпорация заботится о детях, делает такой супер дешевый ноутбук, который вроде как неплохой, сразу с операционкой, со всякими офисами. А с другой, вот эти злобные корпорации добрались до детей, подсаживают, подсаживают, а потом будут впаривать в Office 365 подписку, а потом в OneDrive, а потом в Skype минуты купи и так далее и тому подобное. Вот злобные корпорации. Не будем, короче, по ссылке в описании переходить и поступать в Оксфорд, нам этот их Surface SE и даром не нужен. Я тут потерял свой повербанк и начал искать в Гугле. Но не в том смысле, что я пропажу свой в Гугле стал искать, а просто про повербанки читать. Так вот, стартаперы всегда покажут тебе что-то интересное. Компания ZipCharge представила мобильное зарядное устройство ZipCharge Go, которое можно будет приобрести в конце будущего года или даже взять в аренду за 67 долларов в месяц. Они не размениваются по мелочам, их повербанк весит 23 килограмма и предназначен для подзарядки электромобилей. Обещают, что за полчаса он может залить бак на 50 километров хода. Правда, я не очень понял, как они эти километры меряют, при каком расходе, ну да и ладно. Совместим ZipCharge Go с любым автомобилем с зарядкой Тип-2. И я не знаю, что такое Тип-2, я вообще в машинах не разбираюсь, но я так понимаю, Тесла в пролёте, да? И странно немножко, я не задумывался на эту тему, но вроде как идея эта совершенно простая, и мне казалось, что китайцы должны были до этого додуматься ещё миллион лет назад, то есть весь рынок должен быть наводнён вот такими вот чемоданами с электричеством. А нет, вот стартап, деньги собирают, глянь-ка. Ну а на сегодня, как всегда, ещё не всё, сейчас ещё про батарейки поговорим. В общем, есть такая шутка, что типа там, Тойота, управляй мечтой. А есть Лада, да не боись, доедем. Вот, это я к чему. Это Gigabyte A7 X1, игровой ноутбук. Наверное, некоторые из вас уже видели его распаковку, и вот сейчас у меня он на тестах. Это удивительная машина, она очень прикольная. Стоит он примерно 170 тысяч рублей, у него Ryzen 9, и RTX 3070 на 140 ватт. То есть в целом это неплохо. За семнашку, ну Full HD, но окей. Семнашка с полноватной 3070, с Ryzen 9 цена хорошая. И в общем-то он игры тащит, он работает нормально, но на этом его достоинства на самом деле заканчиваются. Во-первых, дисплей тут, я не мерил еще, но дисплей тут прям, ну я бы не сказал, вырвиглазный, но за 170 тысяч это, конечно, смешно. То есть дисплей здесь тусклый, цветопередача здесь плохая, и здесь как бы все это дело не очень. Прямо меня это сильно не напрягает, но я играю, ну как бы да, я вот знаю, что, например, вот здесь намного лучше, и как бы здесь уже глаз видит, что не так все хорошо, но в целом даже фотографии обрабатывать худо-бедно у меня получается. Бог бы с ним, это я пережил бы. Дальше оказалось, что у него потрясающий звук, у него настройка вот на Химик Саунд, все, в общем-то, круто. Единственное, что этим пользоваться просто невозможно, потому что я когда монтировал видео, я пытался себя слушать, там какое-то чудовищное эхо идет, какое-то дребезжание. Он громкий, он орет громко, но вот качество звука, о, маму не горюй, особенно если включить на Химик, там еще больше добавляется этого эха, прям вот. Дальше, ну по портам у него все хорошо, у него вот есть, кстати, дисплей-порт, который мне лично очень нужен, я им пользуюсь. Но еще интересно у него, это корпус, сейчас я его выключу, потому что показать кое-что надо. Кстати, клавиатурка, когда я говорил, что похожа на MSI и ROG Strix, я чуть-чуть ошибся. Я когда побольше попользовался, им оказалось, что нет, она все-таки имеет прогиб, и ход клавиш глубокий, но сама клавиатура сделана не так, что прям хорошо. Но опять-таки шпилить можно, окей. Пластиковый корпус собирает отпечатки пальцев, ну такое все очень дешевенькое, ладно, можно смириться. Что, кстати, очень странно, эта клавиатура, она как бы RGB, но она по всей зоне. Ну это-то даже не странно, то есть цвет можно менять только всей панели целиком. Странно другое. Во-первых, отсутствует белый цвет. Ну то есть вот все есть, а белого нет, вот как хочешь. А во-вторых, у нее нет никаких эффектов, то есть чтобы там цвета как дышали или переливались. Не, вот тупо ты один цвет выбираешь, он у тебя и будет, причем не белый. Ну ладно, это придирки. Но самое интересное в нем, конечно, это вот это вот дело. В общем, у него вот здесь съемная батарея. И да, это единственная его батарея. Здесь батарея, сейчас вспомню, на сколько ватт-часа. Кстати, правильно говорить именно ватт-часа, а не ватт-часов. Многие говорят неправильно. Во, вот это вся его батарея. Батарея здесь на 48,9, ну на 49 ватт-часа. Как вы понимаете, от такой батареи этот ноутбук работает, ну, часа два просмотра видео. То есть автономность тут не пахла. Это при том, что он новый. То есть понятное дело, что через год он там час будет работать. Второе, что меня сейчас очень занимает, если вот вы сюда посмотрите, то вы увидите, что вот здесь как бы один вентилятор, да, вот его радиатор. То есть с этим вентилятором все понятно. Он выдувает, как положено, в бока и назад. А вот здесь находится второй вентилятор. И он находится за батареей. И у него вот здесь выхлопа нет. Потому что здесь, ну, как бы дыра. И у него единственный выхлоп вот сюда. То есть это какая-то лютая, странная компоновка. Потому что сейчас же делают, ну, как обычно, батарею вот сюда кладут. Во-первых, тогда у тебя запястье не будет нагреваться. Ну, то есть смещается вся компоновка железа ближе к экрану. А сюда ставится батарея. Плюс она перевешивает все это дело. Ну, то есть это разумно. А вот раньше, в времена царя горох, как раз сделали вот так вот и со съемными батареями. И из-за этого у тебя часть проблем. У тебя, во-первых, переутяжеляется нижняя часть корпуса. У тебя, ну, вот это, например, происходит. Да, но это даже не особо существенно. То есть это тяжелее задняя часть получается. И у тебя с охлаждением получаются вот эти проблемы, которые я, например, вижу здесь. Что у тебя один-то вентилятор боковой есть, а второй ты никуда не можешь сделать, потому что у тебя здесь батарея. А вот что вот тут находится, я вообще без понятия. В общем, очень интересная машинка. Я подробные тесты пока не проводил. Не, он работает, играет и анет. То есть 140 ватт она забирает. Вот, все нормально. И вот именно этот ноут, он вот такой вот, как это... Не боись, игры потянет. А все остальное здесь, конечно, очень весело. То есть подсветка клавиатуры странно реализована. Дисплей очень бюджетный звук. Это вот так вот вообще. Но, тем не менее, он недорого стоит. То есть если нужен вот такой суровый ноутбук. Главное, что RTX 37 за 140 ватт и Ryzen 9, то в принципе, да, 170 тысяч это комси-комса нормальная цена за эти производительности. Потому что если нужно уже какие-то плюшки, типа хороший экран, что-то еще, да еще 17 дюймов, то это, к сожалению, получается дороже. G17, G17 почти готов. Вот сейчас на днях видит видео отдельное про его видеокарту, а потом про него самого. Потому что, как я уже рассказывал, видеокарта у них получилась очень хорошая, OMD. А вот ноутбук у Asus получился спорноватый. Есть там некоторые нюансы. Конкретно мой, как известно, перезагружается, и это очень бесит. Хотя за эту неделю он еще ни разу не перезагрузился. Это вот рандомно происходит. Зато вот у него экран отличный, у него звук прекрасный, клавиатура хорошая. Но он всем хорош, за исключением того небольшого факта, что он иногда перезагружается. Но, повторюсь, это, возможно, лично мне не повезло, хотя много кому на Reddit не везло. Но шанс, короче, есть, но не факт, что именно у вас это случится. Вот такие вот дела. Еще я про нее читал из Майрл-теста, что если подключать по Type-C внешний дисплей, у него на дискретку выведен только Type-C порт. HDMI у него все равно идет через интегрированное видеоядро. Так вот, если подключать только через дискретку по Type-C внешний монитор, то производительность должна вырасти чуть ли не на 10%. И я это попробовал. У меня Type-C монитора нет, но у меня есть Type-C док-станция, здесь Type-C и HDMI есть, например. Я попробовал это сделать с монитором, я попробовал это сделать с телевизором. Вы знаете, я разницы не заметил. Может, я что-то делаю не так. Ну, как бы, я делаю здесь изображение передавать только на второй монитор. Да, там показывается 0% загрузка интегрированного видеоядра, то есть должен работать только дискретный видеоадаптер. Но я ни по частоте кадров в играх, ни по синтетическим тестам разницы не заметил. И вот возникает вопрос. Это мой не разгоняется при внешнем дисплее? Или это вот у тех других был просто заторможенный вариант, который работал хуже без внешнего дисплея? Ну, результаты здесь получились хорошие. Так что, в общем-то, я даже и не знаю. В общем, все тестировалось на его родном дисплее. Вот такие вот дела. А гигабайт прикольный, да. Обзор будет, естественно, чуть-чуть попозже. Ну, вот такие вот дела. Спасибо, что с нами. До новых встреч и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!